Григорий Блайд Я виноват, а ви молодець, я вас поздравляю От того, як ви прийшли, все було в порядке, ви прийшли і начали... Зачем ви прийшли? Я виноват, на медиаційність позвонив, що зарплату мені так забагали Ребята, спіла інформація не ззаду зашли Пане Головін, оце рівень довіри до українських правоохоронних органів сьогодні Ні, це рівень довіри, який сьогодні особний Українських военнослужащих обмануло їх ж начальство Пока на Гагарина 19 растут высотки, людям отключают газ, свет і воду Я б хотела, щоб, як говориться, на мене тоже какое-то внимание брати Меня просто кинули, смотрите, в каких я в условиях живу На севере области на дрова і мебель рубят лес Безконтрольно і безнаказано 20 гектарів зеленої зони офіціально нічі Лесхоз і сельсовет бессильний Только варвары так делают, такие пеньки оставляют І скільки мусора оставляют в лесу Синоптики в опасності Драгоценні землі, на которых расположен одеський гидрометцентр Подлежат приватизації Значить ли це, що їх застроят? Скорі все, дані об'єкті будуть приобретені С целью їх дальнішого уничтоження, завладення землями І застройки їх висотними домами Начнем с жарких событий в горсаду Широко анонсируема акція протеста В итоге завершилась потасовками Активисты Организации Свобода Национальный корпус і Демальянс Под патриотические лозунги Начали сносить ограду И камерой видеонаблюдения Установлены накануне вечером Перед входом в Летний театр Не обошлось и без пострадавших Глава областной полиции Дмитрий Головин Попытался утихомирить рьяных митингующих За що получил ранение в голову Вони підтарні гранати кидали Тоді чого мене затоптали Ваші споробітники Коли навчання в жодних Противравних діх Тось я виноват Да, ви молодец Я вас поздравляю От того, как ви прийшли Все було в порядке Ви прийшли і начали окнотки Зачем вас прийшли? Я виноват Вам молодец не позвонил Зарплату не так западали Зарплату не так западали Ребята, поступила информация Незаду зашли Пане Головин Це рівень довіри Украинських правоохоронних органів Це рівень довіри Який сьогодні особний Дмитрю Головину на месте Сразу же оказали медицинскую помощь А между активистами И правоохранителями Тем временем начались стычки Вход пошли дымовые шашки Петарды И перцевой газ Головин Попробуємо Сняв с петель центральную ограду, активисты направились к Думской площади. Там, разбив стекла входной двери мэрии, они заблокировали вход в муниципалитет, принесенными с горсада воротами. После этого все собравшиеся отправились назад к летнему театру. Там они анонсировали еще один митинг, теперь уже 21 ноября, возле памятника Дюку. В полиции сообщили о том, что шесть правоохранителей получили ранения, никто из радикалов при этом к медикам не обращался. По факту потасовок начато уголовное производство по статье хулиганства. Тем временем любители творчества Константина Райкина в пятницу вечером оказались разочарованы. Радикалы сорвали выступление российского юмориста, который в свое время не осудил крымские события. Группа молодых людей во главе с небезызвестным активистом Сергеем Стерненко вошли в здание украинского театра, где должен был пройти моноспектакль Райкина. Затем они ворвались в зрительский зал, чтобы попытаться спросить у своего визави, а чей Крым? Артиста ни на сцене, ни в кулуарах театра они так и не обнаружили, но концерт фактически был сорван. Возмущенные зрители попытались было выгнать активистов, но безуспешно, добившись своего, молодые люди сделали селфи в пустом зале украинского театра. Где Райкин? Райкина сюда, мы спросим, чей Крым. Реванск! 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 Украина! 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 Это вы можете услышать, как одесская публика любит способников оккупантов. Вы ублюдки упозорите Украину! А вам не засмучает то, что Райкин публично петли на агрессию против Украины? Вы громадянин какой державы? Уйди, отца! И пока в нашей стране продолжаются попытки построить правовое государство, крышу над головой отбирают у тех, кто служит ради его блага. На проспекте Гагарина, 19, семьи военнослужащих рискуют остаться без жилья. По соседству с полуразрушенными зданиями, в которых ютятся семьи военных, сооружает многоэтажки строительный магнат. По словам жильцов, на месте их квартир построят один из корпусов будущего жилого комплекса. Почему под ударом оказываются те, кто рискует во имя Родины самым ценным, Вероника Годятская знает. Семьи воинов АТО, военнослужащие и рабочие штабов. На проспекте Гагарина, 19, все они рискуют остаться на улице. Постепенно здесь уже отключили газ, а в соседних зданиях и электричество. По словам людей, их семьи мешают возведению одного из корпусов жилого комплекса «Четыре сезона». Получается, что мы, прослужив 22 с половиной года, муж прослужил и уже 18-19 год, как мы не служим. При увольнении ничего ему не предоставили. И теперь отключают сегодня-завтра свет и полностью нас обесточит. А у нас тут отопления тоже нет и не собираются, поскольку идет стройка. Квартиры, в которых живут семьи военнослужащих, носят статус промышленных зданий. Несмотря на то, что большинство семей проживает здесь уже более 15 лет, коммуналку платят, соответственно, по промышленным тарифам. Люди уверены, это еще один способ выжить их семьи из здания, которое приглянулось инвесторам. В семье Ирины Данильченко в свое время и подумать не могли о том, что их бросят под удар якобы свои же. Владея собственной квартирой под Днепром, семья Данильченко ее продала. Люди стали на очередь для получения жилья в Одессе. Справка о том, что мы сдали свою жилплощадь, двухкомнатную замечательную квартиру в воинской части под Днепропетровском. То есть мы могли бы ее не сдавать, но так как мы понимали, что есть люди, которые там, которые служат там, поскольку мы сюда приехали, им нужно где-то жить. То есть мы вообще, по большому счету, могли до сегодняшнего дня ее сдавать. По соседству с Гагарина 19 есть еще одно здание, комнаты в котором также выдавали военнослужащим. Только жить здесь стало невозможно. Почти над головой работают строительные краны, а здание отключили от всех коммуникаций – газа, электричества и воды. Ночевать приходится где попало, честно скажу, потому что сейчас пойдете посмотрите, краны над головой ходят, я просто боюсь. Здесь по соседству с Александрой Богдановой выехали практически все. Неудивительно, ведь в квартире холодно, даже в пальто. Остаются лишь те, кому уезжать просто некуда. На нашу державу украинскую работаю и буду работать 10 лет уже после пенсии. И буду работать, потому что я для людей, как говорится, тут подставлено. У меня более 3,5 тысячи офицеров и их семей, которых я обслуживаю как паспортист. Вот справки им нужно выписать, объяснить документы какие-то. На работу я не жалуюсь, я буду работать и работала, как говорится. Но я бы хотела, чтобы, как говорится, на меня тоже какое-то внимание обратить. Меня просто кинули, смотрите, в каких я условиях живу. Людям предлагали купить квартиры на улице Боровского. С оформлением документов сделка обошлась бы в 14,5 тысяч долларов. Сумма подъемная не для каждого. Также неудобным семьям, которые уезжать отказались, предложили временное жилье. Но люди уверены, это очередная афера. Приходил юрист до Будовы, предлагал нам временное жилье. Но вы понимаете, чем это чревато? Мы сейчас съедем на временное жилье, тут сносится и все, у нас никаких прав, ничего нет. Это временное жилье сразу же заканчивается в тот момент, когда сносится этот дом. Требования семей разные. Некоторые просят оставить им прежнее жилье. Есть и другие. И они требуют квартиры в новых домах. Потому что считают, новый комплекс здесь все равно вырастет. Тут строятся четыре корпуса, 24-х этажных дома. Я думаю, предостаточно для того, чтобы расселить всех нуждающих, я бы так сказала. Мы именно относимся к тем, что там положено по закону, не важно, кто даст, город, министерство обороны или Будова. Муж служит в АТО. Защищает родину. С юридической точки зрения люди считают, что живут в квартирах законно. В период заселения им подписывали разрешение представители разных военных чинов. Теперь мне говорят, что мы здесь незаконно живем. Мы живем законно. Генерал-лейтенант на то время, Максименко, нам и соседям нашим выдал такую бумагу, которая разрешает нам здесь жить. И мало того, мы должны быть оформлено на наше жилье, ну, наша жилплощадь под жилье. Но затеяли эту аферу совсем не в этом году. Клубок фактов, по нашим данным, ведет в далекий 2004-й. Еще тогда на уровне государства застройку этих территорий одобрили. Более того, недавний ответ СБУ гласит, что о нарушениях при заключении договора известно. Сейчас ведется досудебное расследование. Схемой заинтересовались и детективы НАБУ. Тем временем, кирпич за кирпичом здесь уже растут многоэтажки. А вместе с ними и безвыходность ситуации для простых военнослужащих. Вероника Горяцкая, Григорий Евич, телеканал «Репортер». И на этой неделе на севере области правоохранители задержали лесорубов. Трое мужчин орудовали в сельхозугодиях Подольского района, заготавливая на зиму дрова. По мере поступления холодов, а также подорожания газа и угля, вырубка лесных массивов входит в свою активную фазу. Если лесные хозяйства, находящиеся в ведении государства, более-менее охраняются, то ничейные лесопосадки идут под снос безнаказанно и бесконтрольно. Таких земель в Одесской области несколько сотен гектаров. Виталий Хеми расскажет, во что превращается лесополоса из дубов и ясеней в Ананьевском районе. В Ананьевском районе продолжается вырубка лесных массивов. Под снос идут полувековые дубы, ясени и акации. Территориально земля относится к Долинскому сельскому совету. Но влияние на 20 гектаров леса сельсовет не имеет. В свое время лес был территорией колхоза имени Кирова. Однако после развала союза зеленый массив так и не передали в ведении лесхоза. Земля бывшего колхоза имени Кирова это в том числе и 20 гектаров ныне ничейного леса. Поэтому не удивительно, что вместо 60-летних крепких здоровых дубов территория сегодня усеяна пнями. Ветки, которые остаются после вырубки взрослых деревьев, на отопительные нужды забирают не только жители негазифицированного села Долинское, но и нуждающиеся в дармовом топливе из газифицированных Ширяева и Захарьевки. Если бы только отопили наши, долинские брали, а так к нам уже газ подорожал, к нам заезжает и Ширяевский район, к нам заезжает и Фрунзовский район, и пилят, знают, что это леса ничейные, никто не препятствует над этим. Вот и делают варварское, вы видели сами, там только варвары так делают, такие пеньки оставляют и сколько мусора оставляют в лесу. В результате того, что цена на газ на сегодняшний день, сами знаете, не маленькая для наших людей, это неподъемная цена, поэтому каждый запасается на зиму таким видом палива. Граще было бы, чтобы и этот массив, и другие, которые в плачевном состоянии были переданы на баланс. Лес господин должен ответить, спостерегать и охранять. Вырубают так называемый деловой лес, из него производят мебель. Нанять охрану и запретить фурам вывозить древесину у руководства села нет полномочий. Первая попытка передать 20 гектаров в ведение лесхоза была предпринята 10 лет назад, но к положительному результату переговоры сельсовета и лесничества не привели. В 2007 и 2008 году они брали дозвол, разрешение, что сельский совет не препятствует для того, чтобы они оформляли, делали документы на этот лес. Ну, по сегодняшний день они еще не сделали документы, они не взяли их на баланс. Говорят, что это сильно дорогостоящие материалы, чтобы делать эти документы. И так никто не взял. Альтернативный вариант – создание в сельсовете коммунального предприятия, которое возьмет лес под охрану. Но в проблемном Долинском таких возможностей нет. В ближайшее время все ничейные лесные массивы в области ждет инвентаризация. Деньги на это были выделены еще в прошлом году, но тендер на выполнение работ и оформление документации провели относительно недавно. Выделены деньги на проведение инвентаризации лесов в Одесской области. Эти деньги выделены в сумме 29 миллионов гривен, но финансирование началось только в 2017 году. В 2016 году не было. В таких дубах и ясенях кто-то продолжает неплохо зарабатывать. Ноль затрат, ноль налогов, впечатляющая прибыль. Виталий Хемий, Григорий Геевич, телеканал «Репортер». И ровно неделя прошла с тех пор, как новые судьи Верховного суда Украины приняли присягу. В целом судейскую сферу страны в ближайшее время ожидают глобальные изменения и не только благодаря принятой реформе судебного органа власти. Но при этом честное имя Фемиды продолжают порочить некоторые ее служители. Внимание общественности привлекли некоторые факты из жизни и служебной деятельности зампредседателя хозяйственного суда Одесской области Светланы Власовой. А те, кто непосредственно пострадали от ее деятельности, даже создали группу в Фейсбуке «Остановим беспредел судьи оборотня Светланы Власовой». Также в Украине запущена онлайн-платформа «Комитет общественного спасения». Ей может воспользоваться любой желающий, столкнувшийся с судейским беспределом либо коррупцией. У ряда общественников есть подозрения в том, что судья Власова, в частности, внесла недостоверные данные в декларацию о доходах. Госпожа Власова за все годы, которые были опубликованы в декларации, это с 2013 по 2016 годы, является владелицей только одной квартиры, расположенной в Клубничном переулке, общей площадью 73 квадратных метров. То есть, если будет установлено, что она действительно является собственницей коттеджа на улице Вавилова, то, соответственно, это будет основанием для того, чтобы признать факт внесения ею недостоверных сведений в декларации о имущественном состоянии и внесения недостоверных сведений в декларацию про доброчестность судьи. Журналист и общественник Игорь Елен провел свое расследование и заподозрил замглавы хоссуда еще и в возможном сокрытии доходов. Это косвенно подтверждает одна весьма недешевая покупка – внедорожник Hyundai Santa Fe 2012 года выпуска. Зарегистрирован автомобиль на женщину 40-го года рождения, а ездит на нем Светлана Власова. Мог ли пожилой человек приобрести автомобиль, который на рынке стоит более 10 тысяч долларов, задается вопросом общественник. Дорогой автомобиль, недешевый автомобиль приобретает для того, чтобы передать этот автомобиль в бесплатное пользование гражданке Власовой, которая, занимая должность судьи, получает не самую маленькую по меркам Украины зарплату. Значит, о чем это говорит? Если действительно подтвердится, что данная сделка приобретения этой бабушкой машины носит фиктивный характер с целью скрыть основной договор, то есть фактически договор приобретения гражданкой Власовой либо ее родственниками этого автомобиля, то, соответственно, это очередной вопрос к НАЗК. Любопытен еще один факт. По данным информагентств «Ведомости», элита страны, «Таймер» и других, проживает Светлана Власова в коттеджном кооперативе «Белый цветок» на улице Вавилова. Это частный сектор в районе мемориала 411 батарея. Причем элитные апартаменты, опять же, в ее декларации не указаны. Соседи судьи обвиняют ее в том, что она отказывается оплачивать коммунальные услуги. Долг Светланы Власовой превысил уже 50 тысяч гривен. Причем это данные за 2015 год. Сейчас задолженность, скорее всего, еще больше. Теперь судейские долги вынуждены частично оплачивать ее соседи. В отместку зампредхозсуда инициировала запрет деятельности жилищного кооператива. Необходимо выяснить, первое, является ли гражданка Власова собственником конкретного объекта. Если она не является, то тогда ее действия, связанные с препятствием деятельности кооператива, фактически нарушают права людей и владельцев этих коттеджей. И, с другой стороны, является признаком вмешательства в хозяйственную деятельность кооператива, что уже само по себе является основанием для привлечения ее к ответственности. Таким образом, комплексная судебная реформа должна коснуться не только Верховного суда Украины, но и местных и апелляционных судов. Мы продолжаем следить за деятельностью онлайн-платформы с верой в то, что ее деятельность поможет очистить судебную власть от оборотней в мантиях. И закон, в котором пока еще не разобрались украинцы, но иметь дело с которым придется абсолютно каждому, касается он жилищно-коммунальной сферы. Очередная скандальная реформа принята, но что от нее ожидать? Как отразится новшество на наших с вами платежках? И за что в этот раз мы будем переплачивать? Во всех этих вопросах разбиралась Анастасия Левкович. Принятой радой на прошлой неделе закон о ЖКХ мы сможем почувствовать в своих платежках только со следующего года. Какие новшества он принесет, кому выгоден и к чему принуждают обычных украинцев. Мы составили топ-5 полезных и не очень новинок от коммунальной реформы. Первое и, пожалуй, самое неприятное изменение – возвращение пени. Она оказалась лишь хорошо забытым старым. Своеобразный штраф за просрочку платежей отменили 21 год назад. Ее воскрешение некоторые специалисты связывают с очередным налогом, который со временем грозит вырасти. Сегодня пеня будет 0,01, а завтра будет процент. Завтра 3%. Для того, чтобы любыми путями понудить население отдавать последнее все, что только можно отдавать. В случае, если у тебя не будет что отдавать, заберут квартиры за долги. Пеню введут в обиход с 1 января. Но тех, кто получает субсидии, эта норма все же обойдет стороной. Еще одним ноу-хау станет графа обонплаты в платежках тех, кто так и не создал ОСМД. Некоторые специалисты называют это попыткой власти силой загнать их в объединение. Ведь в противном случае платить придется больше. Вот давайте посчитаем. Обонплата за холодную воду, обонплата за горячую воду, обонплата за тепло, обонплата за газ, обонплата за электричество и за водосток. Вот 6 обонплат. По 50 гривен в среднем и то уже 300 гривен надо платить только обонплату. Но не все так однозначно. В противовес механизму объединения депутаты создали и ограничители. Так владельцы более половины дома смогут препятствовать созданию ОСМД. И вот вы собрались создать ОСМД, сложили все ваши квартиры, а подвалы вам не принадлежат, потому что по договору вам застройщик не передал подвалы и чердаки не передал. Поэтому тогда застройщик может сказать, не, вы владеете только своими квартирами, сложив все квартиры у вас будет ОСМД, но чердаки, подсобные помещения и подвалы будут принадлежать мне как застройщику. Кто объединиться не успел или не захотел, будет обязан напрямую заключать договор с поставщиком, что в очередной раз грозит ударить по кошельку. Свежим является и механизм отключения должников. Зона ответственности поставщика ограничится границами дома. За все потери в здании гривной будут отвечать сами жильцы. У нас уже забыли все, что 22 июня принят закон о коммерческом учете коммунальных услуг, где по сути ставится крест на том, что у кого счетчики есть воды холодной, горячей, тепла, газа. Все это перечеркивается. Почему? Потому что все, что на вводе в дом течет, вода вытекает, газ теряется и все прочее, разбрасывается на всех жильцов. Если потребители вовремя не сообщат показания своих счетчиков, их могут рассчитать по среднему показателю дома. Но эту норму эксперты считают скорее недоработкой. Там довольно так скользко сказано, что могут монополисты устанавливать счетчик на весь дом и требовать со всего дома полного расчета. Ну, я считаю, что это большая ошибка и проблема этого закона, потому что монополисты тогда будут действительно требовать, чтобы по всему счетчику оплатили. А ведь есть люди, которые субсидию не получат, еще что-то. Кроме того, скользким остается пункт, по которому из-за долгов одного жильца вполне себе могут отключить и весь дом. Теперь за все необходимо будет отвечать. То есть за неуплату вы будете отвечать пеней, либо штрафными санкциями, либо в том числе есть такое понятие, как наложение ареста на имущество. За некачественные услуги потребитель может, опять же, либо не оплачивать, либо оплачивать в полном объеме данной услуги. В оценке плюсов реформы для поставщиков эксперты не солидарны. Кто-то считает закон выгодным монополистом, а некоторые называют его началом борьбы с ними. Но в этом пункте разногласия скорее показатель нелогичности реформы. И последним, и столь же дискуссионным новшеством станет монетизация субсидий. Дело в том, что сейчас льготы безналичные. Но вскоре деньги начнут перечислять поставщикам. Субсидии не мотивируют людей экономить тепло, электроэнергию, утепляться и прочее. Новый закон мотивирует. Просто еще раз говорю, там много вещей таких двойственных, которые нужно будет доработать. Я думаю, вот за эти полгода будут такие подзаконные акты Министерства жилищно-коммунального хозяйства, которые отрегулируют это. Большинство наших экспертов сходятся в одном. Реформа преждевременна и требует доработок. А тем временем грядет еще один сюрприз. Цена на газ, скорее всего, вновь подскочит. Правда, насколько, людям еще не сообщили. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал «Репортер». И в ближайшее время вопросы, связанные с финансированием строительства новой взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту, будут улажены. Об этом сообщил губернатор Максим Степанов, комментируя недавнее заявление премьер-министра. 10 ноября в Верховной Раде Владимир Гройсман сообщил, что 500 миллионов гривен еще не перечислены. О том, что государство займется взлеткой аэропорта, премьер заявил еще в начале сентября во время рабочего визита в Одессу. Порядка 15 лет этот вопрос просто поднимался. На сегодняшний день у нас есть постановление Кабинета Министров, принятое о выделении финансирования. И необходимо просто технически согласовать план финансирования. Там есть определенное количество организаций, которые согласовывают этот план финансирования. Я по этому вопросу, поверьте мне, каждую неделю по несколько раз нахожусь в общении. Речь же идет не о маленьких деньгах. Поэтому я думаю, что неделя-две вопроса, который не решался последние 15 лет, это уже не такой критический срок. Правда? А тем временем Верховная Рада Украины приняла закон о приватизации в первом чтении. Впереди второе. Если закон будет принят, то продавать государственное станет еще проще. Любопытно, что более половины одесских нардепов поддержали закон. Но не стоит забывать, что земля на побережье одна из самых дорогих в стране. Так что не исключено, что отсюда и начнется распродажа. В учреждение, которое одним из первых может попасть под приватизацию, побывала моя коллега Анастасия Левкович. Привязки к Агринвичу. Каждую ночь в полвторого сотрудники Одесского гидромедцентра наполняют этот баллон водородом, прикрепляют к нему радиозонд и отпускают в небо. Так собирают данные о первых 30 километрах атмосферы. Вот такой вот есть прибор. Орологический он используется только в нашем отделе в орологии. Вот здесь вот два датчика. Датчик температуры и датчик влажности. Вот это вот определитель координат этого зонда. Этот зонд, к нему прикрепляется оболочка, наполняется водородом. Один такой радиозонд стоит полторы тысячи гривен. Используется он единоразово. Но это стоит того. Ведь от его полета зависит очень многое. Сегодня ночью мы поднялись до 23 километров. И вот на этих уровнях до 23 километров, то есть направление скорости ветра, это первоначальные данные, температура, влажность, которую мы получили, мы передали оперативно синоптикам нашим, которые потом сделали прогноз по водам и передали в аэропорт, на основании которых они делают прогноз на взлет-посадку самолетов. Мы передаем это также точно на Киев, на Москву, Москва передают в Лондон. Для запуска радиозонда нужна спецплощадка. Минимум 50 на 50 метров без насаждений. Склоны на французском бульваре подошли как нельзя лучше. Собранные данные передают синоптикам. Параллельно приходит информация с еще 13 подстанций. Получив ее, синоптики начинают высчитывать и прогнозировать. Те аэрозонды, которые летят в атмосфере, они передают на Землю данные о температуре воздуха, направлении скорости ветра, давлении и влажности. На основании этих данных строятся вот такие синоптические карты. В Одесском гидромедцентре в смену работает по три синоптика. Они рассказывают нам о погоде на завтра. По картам определяют движение воздушных потоков и строят прогнозы до семи дней вперед. Сейчас ждут циклона из Италии. Он принесет Одессе немного тепла и дожди. Вот это Черное море. Вот это тот циклон, о котором я вам говорила. Здесь уже вот эти звездочки красного цвета. Это грозы. И вот это, скорее всего, что вот это туман. Пройдясь небольшой экскурсии по гидромедцентру Черного и Азовского морей, понимаешь, здесь давно все нуждается в обновлении. При этом он считается одним из передовых в Украине, а также имеет самый длительный наблюдательный период. Постепенно оборудование все больше автоматизируется. А наряду с финской техникой появляется и отечественный производитель. Вот, кстати, вот здесь под куполом локатор. Вот вы были у Валентины Николаевны. Вот здесь находится локатор, который слежит эти зонды атмосферные. Вот смотрите, вот туда, вот наша площадочка. На метеоплощадке наблюдают за температурой почвы и воздуха. Отсюда же запускают и те самые аэрозонды. Три гектара земли возле моря. Эту территорию можно использовать по-разному. Сейчас здесь собирают метеорологические данные и исследуют погоду. Но уже напротив выросли элитные особняки, дома, апартаменты, гостиницы и бизнес-центры. Эту землю в далеком 1864 году для тогда еще обсерватории выделил муниципалитет. Дело нынешних властей, говорят метеорологи, отстоять обитель науки. Ну да, как видите, подпирают, окружают по них потихоньку. Но это вносит дискомфорт в нашу работу. Были попытки в свое время, относительно недавно, приватизировать эту землю. Нам удалось на сегодняшний момент отстоять и отстаивать этот участок. Удастся ли отстоять гидрометцентр после вступления в силу нового закона о приватизации – неясно. Нардепы большинством голосов разрешили распродавать госимущество без аукционов, даже если земля под такими объектами не оформлена должным образом. Расширили и сам приватизационный список. Теперь под нее могут попасть многие известные нам предприятия. Одесская киностудия, Одесский цирк, Одесский порт, Одесская ТЭЦ, часть акций Одесса Облэнерго, также государственное протезное предприятие на Варнинской. То есть те объекты, которые содержат в себе социальную составляющую, но которые неинтересны в целях получения бизнеса. Скорее всего, данные объекты будут приобретены с целью их дальнейшего уничтожения, завладения землями и застройки их высотными домами. На французском пульваре давно наметилась тенденция к разрушению госимущества ради дальнейшего строительства. Санатории Украины и России – печальный тому пример. Что же касается гидрометцентра, то сами метеорологи об опасном для себя соседстве с элитными новостроями только шутят. Будут они, точнее, страдать, потому что, может, такое быть, что мы поможем зондом просто попасть в окно. Уже кажется, что одесский гидрометцентр уступил место онлайн прогнозам в интернете. Но именно его сотрудники собирают все нужные данные, чтобы в сети могли разместить прогнозы погоды и для Одессы. Будет ли это происходить и впредь – вопрос открытый. И одна из главных тем уходящей недели – это катастрофическая нехватка медикаментов. В Одесской области в больницах и поликлиниках не хватает вакцин против гепатита, столбняка, дифтерии. Губернатор Максим Степанов жестко раскритиковал бездеятельную позицию Минздрава, которая с июня не может обеспечить регион препаратами и, более того, не разрешает сделать это обл. администрации. Мой коллега Виталий Ехемий послушал чиновников, после чего отправился в отдаленное от областного центра село, чтобы увидеть там, насколько защищены местные жители от разного рода эпидемий. Начало недели аппаратное совещание в обл. госадминистрации. Начальник обл. здрава Вячеслав Полясный докладывает губернатору Максиму Степанову о готовности региона к борьбе с гриппом, хорью, гепатитом, полиомиелитом и столбняком. Выясняется, что бороться особо нечем. Так, для первой вакцинации у нас сегодня нет в стране и в Одесской области активированной полиомиелитной вакцины. А это может вызвать такую же ситуацию на следующий год и другие, когда мы снова будут изменять графики и мы не сможем щеплите детей. Все эти залишки, которые у нас лишены из того, что мы смогли там пребываться за предыдущие годы, стоят в силу до 15-20%. И все наши спробы провести какие-то там процедуры, чтобы отримать эти препараты, закончились результатной удачей. Губернатор поручает Вячеславу Полястому готовить еще одно письмо. На имя министра здравоохранения сам обещает обратиться с проблемой к Владимиру Гройсману. Мы же отправляемся в самое крупное село Наневского района Долинская, чтобы посмотреть на условия вакцинации детей при необходимости их лечения. Первым делом заезжаем в детский сад на 60 детей. Старое здание, бывшее маслобой, не нуждается даже не в ремонте, в полной замене. Неудивительно, что здесь нет специального медкабинета. У нас реально условий для прививочного кабинета в пределах садика нет. Мы всячески сотрудничаем с поликлиникой местной, помогаем, вызываем детей на прививку, когда требуется. А это уже поликлиника, где при наличии вакцины детям и взрослым делают прививки. Большая часть препаратов здесь в дефиците. Малость выделяют, то есть недостаточно. У нас в основном люди со своими лекарствами, то есть тоже не хватает медикаментов. Оказать элементарную помощь практически нет. То есть, что у человека есть, то и мы можем. Так что от скорой нет, допустим, чтобы оказать помощь тоже. Самая большая больница в районе, не считая центральной в Ананьеве, испытывает нехватку и реактивов для нормальной работы лаборатории. Сдать кровь на анализ в Долинском – целая проблема. Все же без элементарного обследования к прививке не допустят. Обеспечение из района и области необходимыми препаратами – визерное. На самом деле не хватает. На самом деле идет в основном спонсорская помощь, свои, так сказать, вклады. В общем, приходится как-то выкручиваться и как-то работать. Это же сложно, очень сложно. Последнее получение, ну, если минимальное получение, я, допустим, могу взять из анализской лаборатории, да, что-то идет минимальное количество, но этого очень недостаточно. То есть это в основном моя работа. То есть я ищу, нахожу. Через несколько недель губернатор обещал показать в Огнянском районе, как работает телемедицина. По идее, она должна прийти на помощь, когда нет кабинетов, вакцин, реактивов и врачей. Долинская уже сегодня готова к министерским экспериментам. Виталий Хеми, Григорий Евич, телеканал «Репортер». И тем временем в Киеве на этой неделе прошло грандиозное музыкальное событие. Третий международный конкурс «Золотой саксофон». Участвовали в нем и наши одесские звезды. Наши киевские коллеги продолжат эту тему. Третий международный конкурс «Золотой саксофон» объединил талантливых саксофонистов из десяти стран мира. В стенах Национальной музыкальной академии имени Чайковского молодые исполнители демонстрировали свои таланты. Победители конкурса будут иметь возможность выступить на сцене Большого зала Киевской консерватории Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского в сопровождении струнного оркестра. А также победители сыграют 15 ноября на дне рождения бельгийского короля в Национальной музыкальной филармонии Украины. В жюри собрались мировые звезды саксофонного искусства. Это сильнейшая коллегия за трехлетнюю историю конкурса. Музыка делается очень впечатляет в Украине. Мы слышали, что много украинских саксофонистов очень сильных игроков. Очень прекрасный уровень, прекрасные производители, хорошо подготовлены. Это действительно развитие нашего инструмента саксофон и селекции в целом. Я Альберто, и я даю из Италии, где я учусь в Франции с Женни Фурмо. Я 21 лет, и это моя первая первая интернациональная компетенция. Творческое состязание в Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского завершилось праздничным галоконцертом на сцене Большого зала консерватории с участием членов жюри почетных гостей и победителей конкурса. Конкурс традиционно прошел при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова. Хочу поблагодарить народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова за ту помощь. Уже не первый год он нас поддерживает. И благодаря ему молодые талантливые саксофонисты сегодня встретятся на сцене Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского. Спасибо. Украины Сергея Кивалова Украина Сергея Кивалова На международных площадках. Он едет сюда за результатом, за тем не может, не потому что хочет выиграть Большого саксофон. Багато из них едет и вперше принимает участь для того, чтобы учиться, для того, чтобы увидеть этих видатных людей в комиссии, для того, чтобы послушать сегодняшний концерт и послушать, конечно, победителей этого классного конкурса. Не только из-за senior division, но и из-за молодых игроков. Они очень талантливые. Поэтому я очень надеюсь, что эта конкурсия продолжается и построена, чтобы быть более чем-то. Современными авторами Питом Свердсом из Бельгии и романом Занте из Франции были созданы специальные конкурсные произведения для исполнения средней и старшей возрастных категорий. Затем в рамках празднования Дня рождения короля Бельгии победители и члены жюри конкурса приняли участие в праздничном концерте, который прошел в Национальной филармонии Украины. Наталья Апара, Дмитрий Кожемяко, Киев, телеканал Репортер. И далее, как всегда, на репортере блоке международных украинских новостей. Оставайтесь с нами. Хороших вам выходных. Не отчаивайте. Счастливо.